Всем привет, друзья, и вы не представляете, какой я просто дико злой. Смотрите, значит, недавно все жители в деревне скинулись на то, чтобы построить вот такую вот дорогу. Мэр города, ну, точнее, мэр нашей деревни сказал, что эта дорога ведет в город, и то, что по этой дороге к нам намного быстрее будет проходить там еда, всякие семена, вода, потому что колодец, как вы у нас знаете, сломан уже давным-давно. Вот, как видите, его заколотили. Смотрите, это вся еда в нашей деревне. Да, то есть у нас закончилась вся еда, и вот уже неделю никакие камазы к нам еду не привозят, и я ничего не сажаю, потому что, ну, еды просто нету. И с меня как бы спрашивают жители этой деревни. Мне это надоело, и прямо сейчас я пойду разбираться к мэру. Вот, кстати, его дом прямо находится рядом с этой новой построенной дорогой. Здравствуйте, вот скажите, пожалуйста, вот вообще вы зачем построили вот эту вот дорогу, если она бесполезная? Если по ней нет никакие грузовики? Ты чё, самый умный? Мы сами не знаем почему. Нам звонили из города и сказали, что фуру с едой отправили уже дней так пять назад, а она до сих пор не приехала. Очень странно. И чё мне теперь делать? Вот перед кем мне теперь отчитываться? Ведь жители-то с меня спрашивают. Вот давайте не будем сейчас цирк устраивать. Знаешь что? Если ты такой умный, иди-ка ты сам навстречу этим фурам и попроси у них еды. Может, они там где-то в аварию попали. А вот знаете что? И пойду. Мне, в отличие от вас, на своё население, так сказать, не насрать. Так, друзья, знаете что? Меня бесит этот мэр, он какой-то глупенький. Вообще, вот скоро выборы пройдут, и нужно выбрать нового мэра деревенского. Ну его нафиг, этот мэр какой-то тупой. Так, ну ладно, знаете что? Я действительно сейчас пойду по этой дороге и пойду навстречу фурам. Но для начала мне нужно взять немножечко, так сказать, с собой инвентаря. Возьму я с собой шапочку, немножечко еды возьму, и, конечно же, меч. На всякий случай. Кто знает, может, у меня там дикий волк нападёт, потому что всё это находится в лесу. Ну что ж, друзья, да, хорошая была, правда, идея пойти днём, но, к сожалению, днём я уже должен начать работать. Поэтому я пойду прямо сейчас. Жители всё-таки проснутся, захотят кушать. Лучше пойду-ка я ночью. Мне же не насрать на своих жителей, да? Да, я думаю, мэр меня услышал. Так, ладно, друзья, пойдёмте по дороге. Ой, как мне долго придётся идти по этой дороге. Она уходит там на несколько тысяч километров. Ну ничего, я думаю, что очень скоро я дойду до деревни. Главное просто идти и идти по этой дороге. Ещё раз повторюсь, идти и идти. Капец, друзья, уже иду и иду. Чё, это фонарик? Чё? О, рабочий фонарик, друзья! Я фонарик нашёл рабочий, посмотрите! Друзья, я уже очень долго иду, сбился немного со счёту. Очень долго иду, но тут почему-то фонарик валяется. Странно, кто это увозит дороги? Оставил тут как бы лес дремучий. Ничего нету, дремучий, гремучий, вонючий лес. Тут ничего нету. Ладно, пойдёмте дальше. Вот я уже потихоньку... А! Чё? Эй! Это чё? Кровь засохшую... ЧЕГО? Это чё такое? Эй, эй, алё, вы живы? Ну ладно, глупый какой-то вопрос. Чё это за бред? Стоп, это чё? Это... Стоп, это чё, два водителя? Друзья, это водители грузовиков. Чё за фигня? А я думаю, почему никто не ездит по этой дороге? Чё с дорогой? Я не понимаю. Какого фига она тут оборвалась? Друзья, я вообще ничего не понимаю. Стоп. Чё это за бред такой вообще? Стоп, 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 стоп. Давайте-ка посмотрим на это детальней. Друзья, что это за бред? Почему фура с едой остановилась именно тут? Где сами фуры? Где сама еда? И что случилось с ними? С вот этими, так сказать, водителями? Ё-моё. Блин, друзья, хорошо. Нужно срочно вызывать полицию, возвращаться назад. Ладно, погодите, стой. Сначала я должен обдумать это всё сам. Как это могло произойти? То есть ехала фура, вот так вот ехала, 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 ехала. И тут, ну не знаю, что нужно сделать, какой объект сюда большой нужно поставить, чтобы остановить три огромных фура. Они просто гигантские. Они вот такие вот, огромные, как поезд по размерам. Кстати, наступает день, это очень хорошо. Сейчас пойду присвету назад и вызову полицию там в деревне. Просто тут связи не ловит вообще. Ну вот. Что-то, нечто выбежало на дорогу, остановило грузовики, убило всех людей. Увела, так сказать, грузовики в неизвестном направлении, потому что эта дорога без развилок, она идёт прямо в деревню. Не знаю, может быть, назад в город вернула этот грузовик, хотя там дорога обрывается. Дорога сломалась, значит, фура одна из них взорвалась. И они ещё поставили вот такие две штуки. Друзья, это очень подозрительно и очень как-то странно. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше предположение, что тут произошло, когда это произошло. Распишите всё, пожалуйста, в комментариях. Давайте с вами поиграем в сыщиков. Ё-моё, чёрт, как это реально могло... Опа, 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 опа. Это чё, капля крови? Смотрите. Тут засохшая кровь? Тут тоже засохшая? Вот тут уже посвежее. Так, вот это мне интересно. Ну-ка, друзья, тут... Силет, ну-ка, тихо. Так, друзья, я прямо сейчас возьму меч и буду очень тихо идти по вот этим вот следам крови. Ё-моё, кто-то реально оттащил... То есть, стоп. Некоторые люди остались живых, что ли? Так, ладно, друзья, я позже вернусь в деревню и вызову полицию. Так, ладно, пойдёмте дальше, пойдёмте дальше. Блин, чёрт, тут зарости сплошно ничего не видно. Нужно всё вот это повырубать. Вдруг кто-то следит за мной. Так, свинка, не сдавай меня. Поняла? Блин, друзья, капец, как стрёмно. Всё, что пройдём? Так, 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 так. И... Так, следы крови туда, что ли, уходят куда-то, да? Ну, ладно, давайте сюда пройдём. Так, и... Чё? Друзья, следы крови оборвались, стоп. А куда мне тогда идти, я не понимаю? Это чё ещё за бред такой? Так, стоп, вот следы крови, так? Так, 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 так. Фух, показалось. Я просто слышал, как листва шевелится. Вы, наверное, не слышали этого. Но, блин, друзья, я очень сильно напугался. Думал, что за мной кто следит. Сейчас подбежит и ударит ещё мне по голове. Я вырублюсь. Не фиг его знает. Так, следы крови. Ага, они заворачивают. Я немного ошибся. Окей. И... Они останавливаются вот тут. Знаете что, друзья? Это очень странно. Потому что тут дальше нет никаких продолжений. Вот, останавливаются вот тут. Такое чувство, что, блин, как будто, не знаю, они на скалу поднялись. И его скинули. Не фиг его знает. Смотрите, друзья, на скале тоже нет никаких следов. А я тогда не понимаю, в чём прикол. Откуда эти следы крови? Смотрите, они оборвались прямо тут, как будто они вошли в скалу. Не знаю. Вот тут земля. Ничего такого нет. Охренеть. Тихо, тихо, тихо. Охренеть, друзья. Это что, всё это время находилось тут? Друзья, я правда говорю, честно вам говорю, я тут ни разу не был. Но, блин, друзья, это дико жутко. Так, ё-моё, капец, как мне страшно. Ладно, всё, хорошо, тихо. Вы готовы? Я прямо сейчас должен зайти туда. Раз, два, три. Эй, всем стоять! А, чёрт, всем стоять! Я вооружён! А, пожалуйста, не убивай нас, пожалуйста. Так, так, тихо, я вас не собираюсь убивать. Вы кто такие? Быстро говорите мне. Вы обычные леднобойщики. Мы везли еду. Мы везли еду в деревню. И кто-то нас взял и посадил в эту клетку. И ставит над нами опыты. Чего? Я не понял. То есть это не вы убили всех владельцев фуры? Никто не украл еду? Скажите, пожалуйста, что... Вот вообще объясните, что было? Мы просто ехали, везли еду в деревню. Потом нечто нас ослепило. Потом одну фуру украли. Ещё фуру украли. Я очень всё плохо помню. Потому что иногда меня ударили чем-то тяжёлым по голове. Мы очнулись тут. И какой-то житель нас тут запер. Он сказал, что вскоре нас тоже убьёт. А зачем ему еда? Не подскажете случайно? Не знаю. Видимо, это какой-то бомж психанутый, который сбежал из психречебницы. Он теперь тут живёт и тут ест. Чёрт, это чё, все длиннобойщики, которые к нам не доехали? Потому что там на дороге ещё три трупа. Тут два. И вот вы, видимо, два живых. Нет, это чё, это живые длиннобойщики. Они ходят по лесу. Ищут выход из леса. Чёрт возьми. Хорошо. Окей, я вас понял. Так, а где вообще у него еда находится? Не подскажете? Ты не знаю. Посмотри в сундуках. Ну, пожалуйста, выпусти нас. Так, знаете что? Я вас выпущу обязательно. Но пока что я... Ну, кто знает. Вдруг вы убийца. Вдруг вы меня хотите убить. Давайте я лучше сначала смотрю сундуки, чтобы вы для меня опасности не предоставляли. Не бойтесь. Я обязательно вызову полицию. Если вы действительно ничем не виновны, мы разберёмся. И охренеть. Офигеть, зачарованные золотые яблоки. Да это житель настоящая тварь. Пока мы там в деревне голодаем, он тут, значит, берёт и жрёт вот это вот всё. Просто сам. Ни с кем не делится. Вот офигевший. Вы не знаете, стучаете? Вы точно его не знаете? Вот вообще? Нет, мы понятия не имеем, кто это такой. Чё такое? Ты чё, офигел что ли? Я тебя убью. А? Эй, слышь ты, не подходи, я вооружён. Ха-ха, а ты умный, я смотрю. Слышишь ты, ты понимаешь, как ты поступаешь? Из-за тебя у нас вся деревня голодает. Зачем ты убиваешь всех? Я обязательно вызову полицию и тебя накажут. Понял меня? Ну это мы ещё посмотрим. А ну иди сюда. Эй, я сказал, не приближайся, у меня есть меч. Эээ, аккуратно. Отдай его мне. Я добрый на самом деле. Да нифига ты не добрый, кому ты пудришь мозги? Так, смотрите, я его сейчас выпускаю. И вы резко помогаете мне его ударить, чтобы его положить на землю и связать. Готовы? Так, тихо. Эй, что вы там делаете? Так, всё, я вас выпустила. Эй, иди сюда. Эй, я сказал тебе, стоять. Так, 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 тихо. Давай я с тобой просто поделюсь едой, и всё. Хорошо, да, давай. Дай мне немножечко еды, и я уйду. Получай, получай, получай. Так, всё, отлично, мы его повалили. Отлично, срочно вызывай полицию. Так, всё, смотри, мне сейчас нужно срочно сбегать в деревню, потому что тут сотовая связь не ловят. Вы обязательно находитесь здесь. Скоро сюда обязательно приедет полиция. Всё, пошёл. Чёрт, друзья, кто бы вообще мог подумать, что тут находится логовый маньяк, который всё это время воровал нашу еду. Еду деревни жителей. И знаете, я очень рад, что я сделал этот ролик. Теперь все узнают, что в Майнкрафте есть такой вот злобный житель, который ворует еду. Давайте, друзья, поставим много лайков за то, что вот такие злые люди наказаны. Так, теперь мне нужно срочно бежать в деревню и вызывать там полицию. Друзья, извините, у меня нет времени, тем более я сейчас на камеру посажу батарейку. У меня главное, вот как можно быстрее добежать до деревни жителей. А мне бежать очень-очень далеко. Поэтому, друзья, давайте я всё-таки на этом закончу. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всё, друзья, не забывайте жмякать колокольчик и подписаться на мою страницу ВК. Я пошёл быстренько вызывать полицию. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok